В этом видео я расскажу вам о новинках 69 недели. Пушистого всем дня, это Тая, поехали! В этом обновлении разработчики представляют нам 7 новых каменных статуй и несколько небольших деревянных и бронзовых. Помимо этого есть новости о Галилео. На этой неделе был завершен список достижений Бестиария. Теперь ведется работа над событиями, которые необходимы в игре для получения этих достижений. Вознаграждения доработаны под каждое существо, и скоро Бестиарий перейдет в фазу тестирования и балансировки. А теперь более подробно о каменных статуях, которые появились в игре. В дереве технологии они расположены на втором уровне. Слева от верстака каменщика, при помощи которого они и создаются. Чтобы их изготовить, нужны конденсированные энзимы и от 100 до 500 камней. Найти на планете камень не проблема, а вот раздобыть энзимы будет сложнее. Есть два способа добычи. Первый – это выполнение квестов, которые нам предоставляет радиостанция. Здесь мы можем получить энзимы со случайной вероятностью. Попадаются они очень редко. Может быть вам повезет, и он выпадет после седьмого квеста. А может и после сорокового. Второй способ – это добыча энзимов из гейзера. Нужно установить на него конденсатор пара и активировать, а затем защищать устройство от хищников в течение трех волн. А теперь давайте рассмотрим статуи поближе. Мы создали их все, чтобы вы могли ознакомиться с ними. И зря не тратили драгоценные энзимы. Пиранья, комода, слон, пещерный червь, бизон, олень, кролик. Также количество фигурок пополнилось в верстаке деревянских декораций. Теперь их 14. Деревянные – бизон, олень, пиранья и кролик. Бронзовые – скорпион, белый медведь, песчаный альфа-черфь, медведь, слон. Гиена, снежный барс, пума, ягуар. И деревянская статуя Икара. Вот так теперь выглядят все фигурки. Лайк, подписка и звон в колоколец как всегда остаются на ваше усмотрение. Это была Тая. Удачных вам миссий, старатели! Субтитры сделал DimaTorzok